Вопиющим фактом задержание двух блогеров Алматы Андрея Цуканова и Дмитрия Щелокова всерьез заинтересовались в Генеральном консульстве США. Дипломаты намерены в ближайшее время посетить арестованных журналистов в изоляторе. О грубейшем нарушении прав человека американские политики узнали из обращения руководителя общественного движения «Демократический Казахстан» Мурата Телебекова. Зная прекрасно, что Соединенные Штаты открыто декларируют защиту прав человека во всем мире, провозглашают свои миссии, мы решили обратиться к ним с такой просьбой, с таким предложением. Генеральный консул сказал, что в настоящее время они изучают эту возможность и что информация это уже направлена к послу Соединенных Штатов, исполняющему обязанности посла, временно поверенный в делах Джону Ордрею. Напомню, Андрей Цуканов был арестован 20 февраля на 18 суток. Он направлялся на отчетную встречу Акима Алматы Ахмеджана Есимова. На выходе из дома его скрутили полицейские, избили и доставили в административный суд. На следующий день его коллега Дмитрий Щелоков был задержан стражами правопорядка за попытку выполнения профессионального долга. Журналист освещал процесс над блогером Диной Байделдаевой, однако сам был доставлен в отделение полиции. Позже суд вынес ему наказание 15 суток лишения свободы. Сегодня друзья и родственники попробовали навестить Цуканова и Щелокова в спецприемники. Сказали, что состояние хорошее, что и у Димы, и у Андрея. Жена Андрея Цуканова Жанна до сих пор пребывает в шоке. Она не думала, что человека, который не нарушал закон, вот так легко можно схватить, избить и посадить за решетку. Он просто вышел из дома, его схватили возле подъезда, не объяснив ничего, затолкали в машину и все. И потом был суд, никого не пригласили, адвоката ему не дали, по-моему, как известно, и все. И были какие-то, по-моему, повреждения. Ну, его, наверное, избивали. Подобное отношение к неугодным людям в отчине диктатора Назарбаева уже давно считается нормой. А высокопоставленные чиновники, по большей части члены огромного семейства Елбасы, относятся к касте неприкасаемых. Не исключение и Аким Алматы Есимов, он племянник Назарбаева. И критиковать его все равно, что мылом натирать петлю. Однако хочется верить, что после вмешательства американских дипломатов отношение к простым казахстанцам со стороны распоясавшейся власти и подконтрольной ей полиции станет хоть отдаленно напоминать современную цивилизацию. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ